Эта программа говорит губерния, но мы в первой части программы говорили о том, в деньгах ли счастья, в том числе как стать достаточно состоятельным человеком. Во времена моего детства считалось, что если ты хочешь стопроцентно заработать хорошие деньги и обеспечить себя и свою семью, надо ехать на север. За длинным рублем, да. Ну да, для уважения, для статуса, для жилья, для хорошей зарплаты. К сожалению, потом все поменялось, и сейчас как раз жители северных районов, в том числе Хабаровского края, считают себя наиболее ущемленными. Ну, потому что цены там намного выше, а вот выше ли зарплаты – большой вопрос. И я уже не говорю про отдаленность. В том числе решать эти проблемы приехал к нам в Хабаровский край человек, который отвечает за северные территории Федерации независимых профсоюзов России. Это Александр Викторович Корчакин, председатель постоянной комиссии Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, как раз по защите социально-экономических прав трудящихся районов крайнего севера и приравных местностей. У нас крайнего севера в Хабаровском крае. Но у нас есть приравненная территория. А вот приравненная территория – большая часть. Я не ошибаюсь, действительно большая проблема по всей стране с северенами. На самом деле проблема не то, что большая. Вот вы правильно сказали, что, по сути, мы живем еще норме Советского Союза. В свое время было два варианта попасть на север. При дедушке Сталине приезжали в телогрейках. А потом, когда решили все-таки как-то более-менее цивилизованно север и Дальний Восток и крайний север осваивать, были приняты решения о районировании и о включении фактора заинтересованности граждан Советского Союза. Приезжают на север. И на север приезжали зарабатывать в первую очередь. Это на самом деле так. И меня родители тоже привозили в вагончик в свое время, в 83-м году. А это где было? Это Ханты-Массийский округ, поселок Комсомольский. В принципе, впоследствии я там проработал больше 25 лет. И Ямал-Нинский округ, Ханты-Массийский округ, что такое северная территория, знаю прекрасно, знаю, потому что там проработал, жил. Что можно сказать сегодня по формату дохода граждан Российской Федерации в целом по северным территориям? Мы видим, что у нас где-то из 24 территорий, которые относятся к северному и Дальнему Востоку, порядка только 5-6 территорий имеют среднюю доходную часть выше, чем в среднем по России. У нас в Дальней Восточной территории два субъекта имеют доходную часть ниже, чем в среднем по российской территории. А это какие? Значит, это еврейско-автономный округ. И сейчас просто второй, значит, так сходу не скажу. Хабаровский край в целом выше. Вот там коэффициент 1,3, насколько я помню. В 2000 году этот коэффициент был 1,8. Средняя заработная плата в Хабаровском крае в 2000 году была в 1,8% больше, чем в среднем по России. Здесь, наверное, эти проценты нельзя так вот, как абсолютные цифры брать, потому что Слава абсолютно правильно сказал. Цены на продукты, цены на энергоносители, на ЖКХ здесь совершенно другие, чем, скажем, в западной части страны. Однозначно, не то, что цены. Здесь стоимость проживания выше. В принципе. Здесь больше ветхого жилья. Здесь фактор содержания жилья выше. Здесь меньше процента жилья, которое обеспечено энергоносителями в нормальном, цивилизованном формате. Значит, есть некие коэффициенты федеральные, где каждая квартира должна иметь горячую воду, горячее отопление, значит, газ или электрическую плиту. Значит, которая является промышленным форматом. И здесь, по всем этим параметрам, которые мы отслеживаем, у нас северные территории на сегодняшний день, ну, в среднем от Российской Федерации отстают. И все это, в принципе, экономические составляющие. Их можно обсуждать, на них можно влиять. Вот что профсоюзы со своей стороны могут предложить? И вот, в частности, вы же приехали не просто так. Не просто так. Мы-то видим еще, кроме экономических составляющих, основной фактор. Люди голосуют ногами, они уезжают. Север и с Дальнего Востока. Мы заинтересованы, на всяком случае, я работаю в нефтегастрой по профсоюзе, мы заинтересованы в том, чтобы квалифицированная молодежь приходила на наши предприятия, работала. Чтобы привлечь квалифицированную молодежь, помимо заработной платы, нам нужен бытовые условия, нужен социальный пакет. Должна будет привлекательность этого рабочего места. Потому что на сегодняшний день на земле есть уже фактор конкурентности. Потому что за формат молодежи, где они в дальнейшем будут прилагать свои жизненные усилия и свою энергию. Все это верно. Но на мой взгляд, особенно в социальном отношении, более ущемленная категория пожилых людей, которые прожили не всю жизнь, поехав когда-то путь за длинным рублем, но прижились, остались, они уже оттуда не уедут. И, соответственно, возможности куда-то переехать и заработать хорошие деньги у них практически никаких. Мне кажется, самое главное, что должно решать государство, какие-то социальные гарантии для пожилых людей на севере. Ну вот один из факторов, то что меня спросили, что предлагает профсоюз. Мы завтра будем обсуждать, у нас уже на самом деле комиссия проработала, и мы готовы завтра проект резолюции предложить местному профсоюзному сообществу, и будем его обсуждать. И там факторы экономического развития, они предполагают как перечень налоговых льгот, так и перечень социальных факторов. Один из социальных факторов – это формат индексации пенсии выше, чем инфляция. К сожалению, по прошедшему году, несмотря на все математические действия, у нас инфляция ее спереди, чем индексация. Мы также предлагаем целый ряд гарантий и льгот для молодежи, для факторов, чтобы они участвовали в дальнейшем развитии строительства жилья. Ипотека под меньшие проценты или беспроцентные, служебное жилье. И формат северных районных коэффициентов с первого дня работы, если данные ребята прожили уже на данной территории и имеют фактор наименования северных. Там порядка 20 у нас предложений, которые необходимо будет в дальнейшем вкладывать в законопроекты. Самое важное, что в принципе у нас на сегодняшний день Минтруд, работодатели, государство как крупнейшего работодателя у нас, все предполагают, обсуждают, что необходимо менять какие-то приоритеты в привлечении персонала на север и в гарантиях для северян. И профсоюзы тоже согласны с этим, да, необходимо менять. Потому что те действия и та реальность, которая есть сегодня, она не соответствует. По большому счету, тем факторам и физиологических затрат работы в сложных климатических условиях. И в ценовой конъюнктуре, как вы это сказали, что и продукты питания здесь выше, и жилье здесь выше, дороже, и содержание, опять-таки, жилых объектов здесь тоже дороже. Все это факторы компенсации, они должны более активно включаться и более глобально должны применяться. Но мы не согласны с подходом, что нужно отменить северные коэффициенты, а потом что-то придумать. Мы говорим, давайте мы сначала придумаем, предложим, разберем, а потом уже будем постепенно переходить на некие другие рельсы или факторы. И один из тех решений, которые было, я считаю, не только я считаю, а вообще наше сообщество, это повышение пенсионного возраста для северян. Оно было вообще в принципе нерационально принято, если так мягко говорить, потому что все данные, которые у нас есть по физиологическим затратам, по заболеваемости на северных территориях, они говорят о том, что те, кто здесь живут, работают, они отдают своим здоровьем гораздо больше, нежели работать, жить в центральной части России. У нас, я забыл сказать, телефон 456645, если у вас есть вопросы представителей профсоюза, особенно если вы живете на севере, пишите, звоните и параллельно через WhatsApp, да, приходится? Да, пришел нам еще один вопрос от наших телезрителей. Пытаемся узнать, положено ли льготы инвалиду первой группы при установке газового счетчика, потому что информация противоречивая, одни говорят положено, другие говорят нет, хорошо бы узнать мнение специалиста. Но это не совсем по вашей части? Ну, есть федеральные льготы, есть региональные льготы, я так сходу сильно на этот вопрос не буду отвечать. Значит, в рамках региональных льгот, наверняка данная льгота предусматривается. Нужно просто этот вопрос, оставьте его нам, оставьте обратный адрес, мы его переадресуем специалистам, вам ответят. Хорошо, хорошо. Ну и, кстати, люди почему-то за последнее время забыли, что есть профсоюзы, да, за защитой своих прав, в том числе и социальных гарантий, можно обращаться в профсоюзы? Обязательно. И даже если человек уже не работает? У нас вообще по законодательству нашего, по конституции, профсоюзы отвечают за все трудовые отношения. Другая тема, что есть члены профсоюза, есть нечлены профсоюза. Естественно, я как выборный профсоюз на работе, меня выбрали члены нашего профсоюза, уполномочив меня и дав мне конкретные поручения, которые я должен выполнять. Естественно, я в первую очередь буду работать на них. Ну, вот просто пенсионеры, они, ну, практически все в свое время были члены профсоюза. Те пенсионеры, которые вышли из наших организаций, они остаются на учете в профсоюзных организациях. Профсоюз это объединение работающих, но мы не имеем права снимать с учета профсоюзов по фактору выхода на пенсию. Поэтому те, кто остаются на учете, они, как правило, остаются при коллективе, остаются при профсоюзной организации, участвуют как в торжественных мероприятиях, так и в мероприятиях, которые проводят профсоюз уже непосредственно под своими знаменами. Александр Викторович, давайте вернемся к вашему приезду. Почему Хабаровск? Или это такое турное по всем дальневосточным столицам? Решение принималось полгода назад на Генеральном Совете, вот наша северная рабочая группа Генерального Совета, и мы, когда рассматривали первое, когда-то там, у нас каждые полгода, значит, ФНПР проводит Генеральный Совет, и северная рабочая группа по своей программе обсуждает самые сложные вопросы. И вот полгода назад мы столкнулись с тем, что, ну, назрел просто фактор, что нашей одной рабочей группы мало для обсуждения, нужно вопросы выносить просто на федеральный уровень, на уровень всего просоюзного движения. И мы обратились к Генсовету, провести Генеральный Совет Федерации Независимых Посоюзов России, который будет полностью посвящен северной проблематике. Это, я уже говорил, и условия жизни, и заработная оплата, и здравоохранение, значит, проживание, компенсация, там, семь основных болевых точек. Генсовет нас поддержал. В ноябре месяце в Москве в присутствии правительства Российской Федерации присутствует, нового состава депутатов Государственной Думы, потому что на просоюзной площадке данная тема будет рассмотрена. Для того, чтобы квалифицированно подготовить Генсовет, для того, чтобы выражать мнение именно граждан, которые проживают в сложных климатических условиях, то север, крайний север, дальний восток, было предложено провести три рабочую группы. Мы регионально смотрели страну, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Архангельск. И сегодня, завтра будет первая эта рабочая группа. То есть с нас начинается. С вас начинается, я сказал, на следующей неделе будет Ханты-Мансийск, в октябре имеется будет Архангельск. И мы максимально аккумулируем мнение через наших профсоюзных работников. Сегодня собирается весь профсоюзный архив, актив Архангельской, ближайшей к территории. Я уверен, что завтра будет конструктивный диалог. И та резолюция, которая завтра будет принята, она будет первым шагом для тех требований, тех решений, которые мы будем ставить перед правительством в ноябре имеется. А в ноябре уже будет готов окончательный документ? Значит, уже дата назначена, по памяти 26-27 ноября. Ну, вообще, районы севера у нас находятся, на самом деле, в очень разных условиях. Если взять вашу родину, Ханты-Мансийск, там же как раз денежный регион, да? Там 80% бюджета формируется за счет нефтяных и газовых компаний, да. Это уникальная территория, это единственная территория такая. Собственно, наверное, самая преуспевающая северная территория, да? У нас бюджет образования в Российской Федерации построена так, что у нас практически все бюджеты дотационные. Да. Поэтому тут тема для обсуждения. Но здесь в чем вопрос? Значит, вопрос в освоении территории, в освоении, значит, вопрос в условиях проживания, вопрос ветхого жилья, значит, что, значит, вопросы, значит, медицинские, значит, медицинского сопровождения, вопросы образовательные для молодежи, для детей, какого уровня образования, доступно или не доступно, значит, что формирует образовательная среда. Они, как правило, они сходны. Значит, и здесь... Сколько бы там денег не было, все равно. Деньги, на самом деле, у нас же в России две проблемы. Деньги есть и денег нет. И неизвестно, значит, какая проблема из них сложнее, на самом деле, значит, да. Потому что, когда денег много, значит, рациональное их использование тоже проблема. А когда денег нет, то, что вроде совсем ничего. Но есть фактор экономии, есть фактор там реализации дополнительного, что-то придумывать. Здесь я бы не стал, значит, деньги в углу, в углу. Я хочу сказать про другого. Ну, и президент, и мы с вами все прекрасно понимаем, что вообще экономика нашей страны, Россия, она так иначе связана с Севером. У нас все, значит, у нас на Севере есть все. Территория, Северную территорию нам доставили благодаря нашим предкам. Это они нам их оставили, значит, они их освоили. И мы, значит, сегодняшние граждане Российской Федерации должны приложить максимум усилий, чтобы это было во благо будущих поколений. Ну, потому что наше будущее на Севере. Конечно. Основная часть природных богатств, она на Северных территориях. Никуда не делится. У нас весь перечень таблицы Менделея в основные энергоносители, это все Север и Крайний Север. Как мы его дальше будем развивать, Север? Как дальше будут работать люди, значит, на территориях Крайнего Севера? В каких условиях? Значит, все это зависит от нас. И мы должны формировать эту среду. Никто нам это не сделает. Нету таких, значит, марсиан, которые приедут, нас научат, значит, чему-то. Поверьте, мы общаемся с нашими коллегами профсоюзного движения, это Норвежский профсоюз, Канадский профсоюз, там, где есть Северная территория. И, в принципе, они сталкиваются с теми же самыми проблемами. На Севере никто не хочет работать. Сложно, холодно, значит, затратно. Единственные факторы. Или больше оплату труда, больше медицинская страховка, социальные гарантии дополнительные. Это включает человека в формат экономических отношений, чтобы ехать и подвергаться каким-то лишениям. Жить не совсем комфортно, работать там очень напряженно, и при этом еще внешняя среда тебя не приветствует. Спасибо. Но подождем, что решит рабочая группа. Все согласны, что эту проблему надо обязательно решать, иначе не будет никакого движения вперед в нашу страну. На гостях был Александр Корчагин, председатель постоянной комиссии Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и приравных с ним местностей.